Неудавшийся переворот в Турции, тема номер один в заявлениях политиков и в комментариях экспертов. Главные вопросы, причины острейшего кризиса, последствия мятежа, а также дальнейшие действия Раджепа Эрдогана. Неясно пока, как случившееся отразится на ситуации в Сирии и на отношениях Анкары с Америкой и Евросоюзом. Константин Панюшкин продолжит тему. Глядя на эти кадры, вероятно, не только у простых телезрителей сложилось ощущение, что власть то ли пала, то ли падет вот-вот. Тем более, что в сети уже расползались слухи, якобы Эрдогану отказали в убежище немцы, и теперь борт номер один летит в Лондон. Эта группировка взяла под контроль ряд телеканалов, но не все. Мы транслируем позицию премьер-министра и президента, так что вещание продолжается. Слова советника премьер-министра в прямом эфире «Эрдоган в Турции» контролирует ситуацию. Казались чуть ли не блефом. О том, что бойня – неприемлемый выход, не дожидаясь развязки. Первым среди глав МИД заявил министр Сергей Лавров. О событиях в Турции мы получаем новости в режиме реального времени. Мы, конечно, исходим из того, что надо избегать любых кровопролитных столкновений и решать все вопросы в любом государстве, которые возникают исключительно в конституционном поле. Позиция Москвы в этом случае однозначно. Россия против переворотов, против крови и танков на улицах. Независимо от своих отношений с теми или иными режимами. Затем, как бронетехника давила гусеницами сторонников «Эрдогана», ближайшие союзники турецкого президента следили, будто набрав рот воды. Барак Обама, к примеру, заявила о поддержке законно избранной власти только после того, как подконтрольные «Эрдогану» военные уже начали сбивать вертолеты пучистов. Все стороны в Турции должны поддерживать демократически избранное правительство Турции, демонстрировать сдержанность и избегать насилия и кровопролития. Турецкая армия в НАТО вторая по численности, но реакция генерального секретаря Столтенберга также появилась лишь когда стало ясно, что «Эрдоган» удержал президентское кресло. Только что говорил с турецким министром иностранных дел. Я призываю к спокойствию, сдержанности и уважению демократических институтов и Конституции Турции. Вероятно, генсек был в шоке, когда увидел по телевизору, что армия ключевого игрока НАТО на Ближнем Востоке разделилась на тех, кто за и тех, кто против. Самолеты одних сбивают вертолеты других. А ведь еще неделю назад Йенс Столтенберг, похлопывая по плечу турецкого президента на саммите в Варшаве, был уверен в полной боеготовности альянса по всем фронтам. Теперь по идее задается вопросом, как может НАТО рассчитывать на турецкие штыки, если даже верховный главнокомандующий «Эрдоган» на свою армию положиться не может. Для руководства НАТО это был холодный душ, который вот, здрасте, приехали. Мало нам еще проблем с «Эрдоганом», сейчас еще мы будем разбираться с турецкими военными. Но раскол между турецкими гражданской и армейской верхушками возник не вчера и не на пустом месте. Этот раскол наблюдается, в общем-то, с момента прихода власти партии «Эрдогана», который проводит политику исламизации. В 2012-м за решетку отправились больше трехсот офицеров. Переворот тогда не случился. Кстати, две трети заговорщиков через пару лет отпустили, так и не собрав на них доказательств. Очередная попытка захвата власти, похоже, была лишь вопросом времени. Армия, которая создана была создателем Турецкой республики, Ататюрком, это наследница светских идей Ататюрка. Турецкие власти еще ночью обвинили в организации путча своего когда-то соратника. А нынче врага номер один умеренного исламского проповедника Фитулаха Гюлена. Авторитетный богослов живет в изгнании в США. В прошлый раз Эрдоган обвинял его в подготовке переворота, когда в 2014-м турецкие силовики раскрыли немыслимую по масштабам коррупционную схему, в которой была замешана семья президента. И сейчас, и тогда Гюлен все отрицает. Просто немыслимо, чтобы я отдавал команды этим людям. Я не имею отношения к этой ситуации. Я не знаю даже десятой процента тех, кто организовал все это. Анкара теперь требует выдать имама. Мы не получали никаких запросов относительно мистера Гюлена. Но мы ожидаем, что к нему возникнут вопросы. Политологи говорят, что именно османские амбиции Эрдогана мешали попасть в стране в ЕС. Ведь в дружной европейской семье хватает своих исламистов. А теперь еще и планы Анкары снять мораторий на смертную казнь. Рушат последние шансы. Если Турция примет решение ввести смертную казнь, понятно, что Европейский Союз отреагирует на это негативно. Но это никаким образом не скажется на процессе вступления, а точнее не вступления Турции в Европейский Союз. Потому что нет никаких перспектив, обозримой перспективе вступить в Европейский Союз. Претензий к Эрдогану и бессмертной казни достаточно. Авторитарные замашки, шантаж. Тот требовал 20 миллиардов евро. Иначе помочь с беженцами не сможет. Но сегодня даже Германия, которая платит львиную долю среди всех стран ЕС, встала на сторону законного президента. Отправлять танки на улицы и наносить авиаудары по своему народу несправедливо. Фрау Меркель подобрала слова лишь сегодня к обеду. А многие до сих пор не нашли, что сказать. Как будто не все по обе стороны океана оказались рады возвращению Эрдогана.